Всем привет! Мы сегодня с вами на вебинаре с TravelBelka и OneDollarTrips, где мы обсудим секреты продажи пакетных туров и то, как зарабатывать на пакетных турах и на наших офферах про пакетные туры. Представлю вам наших ведущих. Сегодня с нами Ильнар Хамедуллин из OneDollarTrips и Александр Борцов из TravelBelka. Расскажу немножечко про программу. Вначале у нас будет небольшая вступительная часть про TravelPayouts и про наши новые новости TravelPayouts. Дальше мы обсудим, какие вопросы нам чаще всего задают касательно пакетных туров в саппорт TravelPayouts и обсудим часть для малышей, что такое пакетные туры и с чего вообще начать. Мы также обсудим, почему наши топовые аффилиаты выбирают офферы по турам и посмотрим, какие бывают лайфхаки и что конвертит, а что не конвертит, что лучше использовать, а от чего отказаться от своей стратегии. Ну и в конце мы попытаемся выбрать, какой же оффер по пакетным турам будет лучше всего подходить вам. И разберем вопросы из зала. Про TravelPayouts. Никого не удивлю, наверное, но TravelPayouts — это туристическая партнерская сеть первого медпоисковика Рунета — и у нас сейчас больше 220 тысяч аффилиатов. Для наших аффилиатов у нас есть личный кабинет, где есть все тузы и все офферы. База знаний, где вы можете найти ответы на вопросы, и блог, где мы пишем свои самые последние новости. Касаемо последних новостей. Здесь есть несколько интересных вещей. Во-первых, гонка за миллион. У нас все еще продолжается гонка за миллион, и она будет еще длиться до конца августа. И вот, например, сегодня мы будем обсуждать в основном наши офферы TravelLata и LevelTravel, которые участвуют в гонке. Вы можете участвовать, собственно, тоже в гонке и выиграть либо миллион, если вы попали в топ-15 хотя бы по одному офферу хотя бы один раз в хотя бы один из месяцев проведения гонки, либо вы можете выиграть призы от наших рекламодателей. Для TravelLata и LevelTravel эти призы — это туры куда угодно на 50 тысяч рублей и на тысячи евро от LevelTravel. Дальше. Практически незаметным остался конкурс от Intuitravel, и я считаю, что это абсолютно незаслужимое. В общем, Intuitravel объявили конкурс и разыгрывают тысячу долларов. Заходите в блог, и в блоге есть вся информация про то, как выиграть тысячу долларов. Июль у нас очень богаты на вебинары. 23 июля будет вебинар с Kivitex, где мы обсудим, как правильно продавать трансферы так, чтобы их купили, и как учить свою аудиторию вообще покупать трансферы. Также у нас будет 18 июля уже совсем скоро вебинар с Черехапой. На этом вебинаре мы обсудим, собственно, страховки и страхование ВЗР, и какие бывают какие-то трики-моменты, которые сложно уследить, как правильно продавать страховки и как тоже учить свою аудиторию приобретать страховки. И еще не готов лендинг, но вот скоро мы зарелизим вебинар с LevelTravel. Это будет вебинар для пользователей продвинутого уровня. Я надеюсь, что сегодня LevelTravel тоже у нас в слушателях вебинара сидят где-нибудь и ждут каверзных вопросов. Вот. Ну, в общем, вебинар пройдет Сергей Головко, и он расскажет про все супер-фичи LevelTravel, которые могут использовать продвинутые пользователи. TravelPayout Summit. Ежегодный TravelPayout Summit будет в этом сентябре. По-моему, 29 сентября он будет, и сейчас открыт прием заявок от спикеров. Что это значит? Нам придет более 200... В прошлом году было более 200 афилиатов. И если у вас есть что-то, чем вы хотите поделиться, то мы очень ждем ваши заявки. Ссылку на Summit я вам дам. Вы также получите ее в презентации в этой. Если у вас есть какая-то интересная вещь, которую вы хотите рассказать другим коллегам по цеху, то мы очень ждем вас. Это будет услышано, мы все запишем, распространим в интернетах, и вы будете звездами. Вот. А так, вообще, приходите все на TravelPayout Summit. Очень скоро мы... на TravelPayout Summit. Очень скоро мы откроем регистрацию. У нас есть новые офферы. Это Discover Car Hire. Оффер по аренде авто по всему миру. Это Hostel World. Оффер по аренде по съему жилья в хостелах по всему миру для вашей аудитории и бэкпекеров. И Voyaging. Это экскурсия для Азии. А, да, и очень важная новость. В Телеграме есть чат веб-мастеров для веб-мастеров travel-партнерок. Также есть группа на Фейсбуке для веб-мастеров, которые зарабатывают на travel-партнерках. Поэтому вступайте в них и активно общайтесь с аудиторией. Вы можете задать свои вопросы как рекламодателям, так и другим веб-мастерам. Мне кажется, что пора переступать к часто задаваемым вопросам. О чем нас чаще всего спрашивают в саппорте? Ну, как правило, это очень простые вопросы в стиле, как начать зарабатывать с пакетными турами, вообще с чего начать, какие там бывают правила, как не нарушить эти правила. Один из самых популярных вопросов, почему заказы правила-то так долго висят в обработке. И на все эти вопросы мы попытаемся ответить в процессе этого вебинара. И если у вас есть какие-то еще вопросы, то задавайте их. Представители партнерок сидят в чате, и еще у нас рядом есть Ильнар и Саша, у которых есть потрясающий опыт в работе с пакетными турами. Они поделятся с вами своими практиками. Так, основы, основ. Будем обсуждать все по нарастающей. Какое-то время поговорю я, я расскажу вам про пакетные туры. Но для начала вот вы пришли на вебинар про то, как зарабатывать на офферах по пакетным турам. Что такое пакетный тур? Пакетный тур – это готовый набор для отдыха, рассчитанный на среднестатистического туриста. Как правило, в пакетный тур включено несколько услуг. Включено несколько услуг. Это перелет, проживание, питание, трансфер и туристическая страховка. Я точно знаю, что у Саши есть что сказать на эту тему. Привет, друзья. Я позволю себе взять слово и рассказать. Поскольку я работаю с турами и имею некоторый практический опыт, то, что идет теоретическое, оно немножко отличается от практики. Поэтому я просто хотел сделать, акцентировать ваше внимание на то, что действительно классический тур включает в себя перелет, проживание, питание, трансфер и страховку. Но есть, как говорится, нюансы. Во-первых, смотрите, перелет, он может быть на чартере или на регулярном рейсе. Мы потом спросим у Эльнара, я не знаю, как конкретно в Travelite это сделано. Я могу говорить за Level Travel. Там обычно написано, что это либо чартер, либо регулярный рейс. Если это чартер, то там, как правило, все понятно. Если регулярный рейс, то там написано, что, внимание, могут быть доплаты. И это очень сложная ситуация, потому что турист оплачивает деньги, покупает тур, а потом ему звонят и говорят, надо доплатить еще несколько денег за перелет. И здесь общего правила нет. И еще сейчас, после того, как авиакомпания Победа Победа прошедствовала по рынку и ввела моду на лоукосты, все авиакомпании стали вводить безбагажные тарифы. Они появились и у Аэрофлота, и у S7. И если люди покупают тур с перелетом на этих авиакомпаниях, у них может не входить багаж. Поэтому важно вам донести до туриста, чтобы он проверил и связался обязательно с менеджером, уточнил, есть ли у него багаж. Потому что тоже есть некоторые жалобы от людей, когда они приезжают в аэропорт и узнают, что у них багажа не включено или включено не то количество, которое они предполагали. Потому что появились там и всякие 10 килограммов, и 15 килограммов. Все привыкли, что там минимум 20. Но есть нюансы, и на это надо тоже обращать внимание. Про проживание. Обычно оно включено. Опять же, здесь есть некоторые нюансы. Например, знаменитые туры в Крым по 2000 рублей. Там есть такой подвох, где в самом минимальном варианте предоставляется только место под палатку. И на это тоже обращайте внимание, чтобы не продать людям тур, в котором они не будут готовы к такому повороту событий. Пропитание будет, мне кажется, отдельно чуть-чуть попозже. Про трансфер обратите особое внимание. Про то, что не всегда трансфер включен. Есть так называемые динамические пакеты. Некоторые туроператоры в это играются. Они собирают отдельно отель, грубо говоря, из корпоративной системы бронирования отелей. И отдельно авиабилет в реальном времени. И подсовывают это в поисковую выдачу. И, естественно, трансфер не включен. Это принципиально варно для тех туристов, которые не очень опытные, и ездят в пакетные туры только потому, что их за ручку везде отводят, отвозят, встречают. И, естественно, им не подойдет такой продукт, если там нет трансфера, потому что они не смогут в чурой стране без знания языка самостоятельно доехать до отеля. Поэтому на это обращайте внимание. Может быть, Ильнар меня дополнит. Я наверняка что-то забыл. И расскажут, вот как у Travelat, там, чартеры и регулярные рейсы тоже прописываются в интерфейсе. Друзья, всем привет. Это Ильнар из OneDollarTrip. Спасибо, TravelPL, что пригласили меня. Ну, Саш, ты, в принципе, все уже сказал. Действительно, просто надо обращать внимание. В самых иногда дешевых турах просто не включен трансфер, бывает, питания нет, ну, и с проживанием. Ты уже тоже сказал про Крым. Ну, это обычно бывает во всяких Крым, Абхазии, Сочи, а в нормальной, типа, Турции, там, самый популярный, там все будет это уже. Пока мы обсуждали создание твоего вебинара, мы поняли, что мы на самом деле знаем не все виды питания, а они довольно сильно влияют на выбор в итоге тура. Поэтому я провела некоторое время в интернетах и нашла в каком-то сайте, собственно, разные виды питания. Вот вы можете как раз-таки застринить эту шпаргалку себе и посмотреть, что... Пока не переключай, мы тоже это запишем себе и заскриним. Да, ребята, пока пора профессионально идти в эту область. Да, подождите, подождите, мы конспектируем. На самом деле, тоже небольшой комментарий по этой таблице. Надо понимать, что даже если написано, там, ультра, все включено, в Турции, в отеле, скажем так, там, за 30 тысяч рублей или в отеле за 300 тысяч рублей, при одном и том же значке это будут абсолютно разные, ну, как бы, питания. Поэтому в одном месте там следует ожидать какого-нибудь разбавленного пива, а в другом месте это был действительно, ну, импортный алкоголь, который привезен и весь, как бы... Ну, то есть, всегда, понимаете, просто многие, опять же, туристы тешат себя там надеждой, что за 3 копейки они получат какой-то люкс. Естественно, там, даже если висит значок «Все включено» в двух соседних отелях, они могут отличаться кардинально, как в количестве блюд, так в качестве продуктов, в ассортименте алкогольной продукции. Ну, поэтому здесь только изучать описание конкретного отеля, потому что есть какие-то там минимальные правила стандарта, но внутри уже все очень сильно, конечно, разнится от отеля к отелю. Да, мы, кстати, потом попозже еще поговорим про отели и про то, какой рейтинг отелей есть у наших рекламодателей, для того, чтобы вам было проще посмотреть, что популярно, что непопулярно, и заодно проверить, что там включено, что не включено. Так, давайте продолжим. Есть знаменитая битва между офлайн и онлайн покупкой туров, потому что, ну, есть такая проблема, что аудитории пакетных туров довольно тяжело перейти в онлайн, то есть аудитория не научена пока что отдавать деньги кому-то там неизвестно кому в интернете, хотя в интернете все и быстрее, и цены выгоднее, и саппорт идет 24 на 7, но нельзя пойти в офис и сказать, где там мои туры, разнести этот офис, попросить звонить куда-то невозможно и так далее. Вот, поэтому я скопировала тоже слайд с вебинара с травелатой, который у нас был 26 июня, и вот на этом слайде изображены результаты опроса, почему выбрали офлайн или почему выбрали онлайн их покупатели, ну, если не их покупатели, а просто аудитория, которая покупает пакетные туры. Вот, и тут еще заодно я вспомнила, что есть много вопросов тоже на саппорт про то, что кто-то хочет стать, например, персональным турагентом, и для того, чтобы понять, как, собственно, стать персональным турагентом, у нас был другой вебинар, который мы провели на довольно узкую аудиторию, вот, но у нас на YouTube-канале, на который вы можете зайти и найти, собственно, этот вебинар, он там есть, он записан, и мы отвечаем на вопросы, на популярные, на все сложности, с которыми можно сталкиваться, персональный турагент, ну, и пошагово отвечаем на вопрос, как, собственно, это сделать и как начать продавать туры. У вас нет комментариев, да? Я бы добавил комментарии, потому что, ну, Москва, Питер покупают онлайн, а все-таки города же, они регионы такие, люди не столько зарабатывают, и если брать именно Казань, то у нас очень распространено, вот, наверное, личная связь с агентом, то есть покупка происходит почти онлайн, но, там, не знаю, в WhatsApp, в Telegram присылают какие-то туры, человек переводит деньги, там, скрины паспортов, ему бронируют тур, то есть такой офлайн-онлайн, вот, и я думаю, в регионах, наверное, больше именно личное знакомство, как бы, и вот как-то так бронируется, то есть это, получается, через турагентство, но в то же время человек онлайн покупает. Я добавлю, я читал даже отзыв на, там, ВКонтакте, по-моему, Ильнара, его друг написал, что спасибо, отлично оформили тур, но только там было написано, что вот мне все прислали, но я потом приехал на встречу, да, привез деньги, там, и мы вместе выбрали, то есть именно в регионах действительно, да, специфика о том, что людям надо приехать, посмотреть в глаза, ну, к какому-то знакомому, отдать деньги лично в руки или там, может быть, даже они с его карточкой вводили в интернете, но, типа, человек сам не может это сделать, вот надо ему помочь, и это, да, достаточно смешно. Ну, именно так, то есть первый шаг, первую покупку, скорее всего, человек сам боится сделать, и ты правильно, Саша, сказал, там друг говорит, «О, давай посмотрим, там был какой-то горящий тур, мы встретились, кофе попили, он сам же оформил все онлайн, ввел, со своей же картой оплатил, просто сделал это сам и при мне, чтобы какие-то вопросы свои закрыть». Но при этом я быстренько позволю дать совет, если единственным мотиватором вот заставить людей оплатить онлайн, вы можете только попытаться, ну, это действительно так, если горячие туры, говорить о том, что пока вы будете там даже ехать ко мне, этот тур кто-нибудь купит, поэтому быстрее покупайте, оформляйте, не бойтесь ничего, но если что, там онлайн им помогите ввести карточку. Единственный способ приучить людей в регионах покупать самостоятельно, ну, на мой взгляд. Да, нужно аудиторию обучать и рассказывать им про плюсы покупки онлайн, и вот, собственно, эти плюсы, которые сейчас есть на слайде, их можно пушить в аудиторию и рассказывать про то, что это удобно, это быстро, это выгодно, ассортимент больше, вы можете сами все сравнить и не сидеть, не ждать, пока турагент выберет что-то для вас. Вот, кроме того, еще я точно знаю, что в Травелате и в Левел Тревеле можно оплатить тур несколькими способами, то есть можно это сделать онлайн, можно это сделать в кредит, в рассрочку, и, например, в Левел Тревеле есть вариант оплатить в офисе наличкой, и за это будет, за такой вид оплаты все равно вебмастеру достанется комиссия. Так, продолжим. Про Travel Payouts. Собственно, у нас в Travel Payouts есть четыре офера по пакетным турам, чтобы их найти, вы должны зайти в свой личный кабинет компании, выбрать все и потом отметить пакетные туры в фильтрации меню. Наши пакетные туры, которые представлены, это Travelata, Mr. Travel, туры с вылетом из Украины, Level Travel и Online Tours. Ну, собственно, чем они здесь отличаются? Если вы посмотрите на слайд, вы увидите, что у Travelata поиск по 120 туроператорам, у Level поиск по 50 туроператорам, и там, по-моему, количество стран еще немножко отличается. Вот Online Tours говорит, что они ищут туры в 80 плюс стран мира. Хотя вот мы общались с Ильнаром и Сашей, и ребята сказали, что они в основном работают с 8-15 туроператорами, да? Правильно? Да, на самом деле есть же список популярных туроператоров, через которые все в основном катаются, а некоторые даже вообще никому неизвестно, даже нам. На самом деле, если вы там будете искать ту же самую Турцию, да, которая самое популярное направление летом, то, да, и вообще любую другую страну, кроме там экзотических каких-нибудь, я не знаю, куда путевку продают раз, может быть, в год, то там, на самом деле, ну, может, 15 туроператоров, которые у всех на слуху, там, Тестур, Библиоглобус, Коралл, Санмар, там, может быть, какие-то поменьше, Музей Недис, там, Пантеон, да, но, как бы, если так посчитать, ну, где-то к 20, наверное. Остальное все настолько такая экзотика, что, на самом деле, вы, может быть, даже в продажах никогда с ними не столкнетесь за весь там период. Вот, поэтому, ну, причем, ну, турагенты, которые вот сидят в офисе метро, они, может быть, их продают. Там проблема в том, что, ну, как бы, надо знать, во-первых, этого туроператора, он в поиске там может быть и есть, его сложно, во-первых, найти, во-вторых, не всегда они в поиске могут даже пробиться своими предложениями, потому что их, ну, как бы, крупные туроператоры, да, вытесняют в поиске, потому что у них больше предложений, цены могут быть там дешевле, или там отелей больше, и, ну, поэтому даже очень сложно, как бы, вот на этого туроператора маленького попасть, вот, туристу, который просто там зашел на веб-сайт поисковика, ну, даже при всем желании. Так, да, ну, в общем, возвращаясь к вопросу о тревел-оферах, о пакетных офферах в тревел-пайоут, мы, конечно, обсудили, что у нас их четыре, но этот кабинет сделан в рамках гонки за миллион, нас интересует, миллион, и нас интересуют призы, которые можно выиграть, участвуя, продавая туры от Травелата и Level Travel, поэтому, наверное, мы сосредоточимся больше сегодня на обсуждении этих офферов. В общем, мне кажется, что, с счастью, для самых маленьких мы уже закончили, поэтому можем перейти к дискуссии. Давайте поговорим про личный опыт, но прежде чем мы начнем, я хочу задать вопрос, все ли знают вообще, кто у нас такие Саша и Ильнар и их ресурсы Travel Belka и OneDollarTrips. Пока идем дальше, попробуем пойти по программе, в процессе вебинара попытаюсь выписать вопросики куда-нибудь в отдельное место. Так, давайте поговорим, почему туры. Ребята, расскажите немножко о себе, как пришли вообще к Травелу и почему выбрали именно пакетные туры. Давайте начнет Ильнар, потому что до этого еще Саша, и вот, поменяемся. Всем еще раз привет. Вообще, получилось, к туризму мы пришли случайно, завели два года назад с Ильей, с партнером Телеграм-канал, и первые несколько месяцев даже не знали о таком, что есть Travel Payout, с партнерской программой, и просто публиковали то, что находили там различные перелеты, туру и так далее. И в одно время, когда начали уже через партнерку публиковать авиасейлс и билеты и туры, у нас купили тур, комиссия пришла там в районе полутора тысяч, и купили авиабилет, за комиссию пришло 70 рублей, и тут мы поняли, что туры – это круто, и там есть деньги и гораздо выше чек. И я думаю, это, наверное, основной момент, почему мы продаем именно туры и публикуем только туры, потому что относительно самый высокий чек и комиссия большая. Давай, Саша, ты скажи. Ну, я не буду рассказывать долго всю историю. На самом деле, я очень давно путешествую, вел живой журнал о путешествиях, когда еще не было там никаких групп в соцсетях, ВКонтакта не было и одноклассников не было даже толком. Потом, ну, в какой-то момент личное знакомство с Константином Калиновым из Авиасейлс, и я обратил внимание на партнерскую программу, повесил ее там тоже куда-то на блок, еще куда-то, но там особого заработка не было, но там в какой-то период там менял профиль, решил тоже заняться туризмом. И как я пришел, ну, занимался авиабилетами, и как я пришел к турам, это я долго пробовал все офферы, может быть, это три года назад вы видели, может быть, там писал всем, там, когда онлайн-турс еще в сети Адс, по-моему, там, за заявку, и был оффер, и я сначала полгода пытался добиться, чтобы их опрувнули, потом еще полгода ждал выплату, но тогда просто не было это все настроено. Потом пришел travel payouts, появились эти все офферы, я начал изучать возможности для того, как можно это все использовать. Пришел к одному из рекламодателей, я не скажу, что мы первые это начали, да, мне уже были, оказывается, активные вебмастера, мне как раз показали, ну, привели в пример двух, два проекта, и они сейчас до сих пор, насколько я знаю, находятся в топе этого рекламодателя. Я посмотрел, да, изучил, но тогда там продажи были, мне кажется, единичные, но все равно это было любопытно. И мне смешно, как после того, как начали развиваться туры, и в том числе у меня там начало все получаться, все миллионы групп и всяких проектов, о путешествиях, которые все время утверждали, что вот пропагандировали самостоятельные путешествия, что нафиг всех турагентов, надо вот самому покупать билеты, вот, очень быстро переобулись и начали продавать туры, ну, потому что там действительно есть деньги. Поэтому, ну, по доходности, да, туры достаточно привлекательные. Круто. Я вот вижу вопрос из чата. Неужели покупают все еще туры? Покупают. И я даже замечаю за собой, что с возрастом начинаю думать не о том, чтобы путешествовать с рюкзаком за спиной и бронировать номера в каких-то, в кровати в каких-то постелах, а больше хочется приехать, и чтобы тебя там отняли, положили во все включено. И чтобы все было замечательно. Так, хорошо, давайте тогда обсудим. Спасибо за представление. Давайте поговорим про то, как вообще бронируются туры. Этот вопрос интересен нам с той точки зрения, что вот, например, самый популярный вопрос, как мы уже говорили, это почему в Travelite так долго идет задержка, обработка заказа. Вот, давайте посмотрим вообще, как они бронируются, эти туры, и какой процесс происходит. Я, наверное, скорее всего, просто озвучу то, что написано на слайде, потому что лучше, чем сказали представители Travelite, я не могу сказать. В общем, OTA размещает туры от туроператоров, цены и наличие места обновляются в режиме реального времени. При покупке на сайте деньги клиента холдятся, и тур автоматически бронируется у туроператора. После подтверждения деньги списываются с карты клиента, и в случае, если туроператор не может подтвердить тур, то деньги возвращаются сразу. Вот. Тут, конечно, такой момент, когда мы обсуждали на вебинаре то, как бронируется тур. Официальная позиция была такая, что деньги холдятся и возвращаются в зависимости от банка, но ребята меня переубедили, Ильнара, Саша, и сказали, что деньги возвращаются, в общем, наверное, все так, да, все хорошо, ничего она не напутала. Да, мы как-то бронировали тур на Мальдивы там за 20 тысяч рублей, и... Официальная позиция. Вебмастера, которые будут писать там статьи, или там в телеграм-каналах, там, не знаю, в контактах, продавать туры. Обратите на это внимание, что действительно у людей часто 100 тысяч рублей последние, они не хотят как раз покупать в интернете, там боятся, потому что если там даже деньги... Ну, с одной стороны, они боятся, что их не вернуть, во-вторых, даже если вернут, все знают, что там могут заморозиться, что-то там на 30 дней, и люди просто, ну, не смогут в отпуск улететь. Поэтому, да, здесь действительно рекламодатели предусмотрели то, что они деньги сразу не списывают, они их просто замораживают до момента подтверждения туром-туроператором, и действительно, если там, ну, идет отказ, то можно по... Ну, вот у Level Travel по письму, да, как у Travel A, то не знаю, то есть надо менеджеру написать, что верните деньги, и деньги после этого там, ну, как только менеджер обработает письмо, это 5-10 минут, они действительно возвращаются, и вы можете тут же купить либо другой тур, либо там, ну, если вы совсем расстроились, можете там, может, авиабилет себе отдельно забронировать, то есть главное, донести до туристов, чтобы они не боялись вот эти вот туры приобретать, ну, все будет хорошо, иначе вы их напугаете, и они не будут ничего в интернете покупать. Да, ну, а чтобы убедиться, почему действие... почему что-то может долго висеть в обработке, нужно просто вспомнить про то, что действие в Travel A, это то, когда пользователь добрался до страницы оформления заявки в тур, то есть оплата произошла или нет, это еще может, типа, зависеть, и все может измениться. И, например, действие в Level Travel, это переход на страницу с подробной информацией по предложению. Вот. Поэтому, возможно, могут возникать вопросы, почему заказ долго висит в обработке. Давай, наверное, вот сейчас Эльнар тоже выскажет с ним, потому что зайти на страницу с туром и заполнить полностью, и нажать кнопку заказа, это две большие вещи, поэтому, например, может создаваться впечатление, что там у одного рекламодателя конверсии там в заказы гораздо больше, но надо понимать, что действия совершенно разные, и там, ну, люди просто могут писать, что я там отправил тысячу трафика туда, тысячу трафика туда, там было 30 заказов, там 4, но, а вы дальше смотрите, сколько у вас оплат было. Ну, вот, только вот это вот отслеживайте, чтобы сравнивать одинаковые вещи. Ну, да, получается, то, что мы видим в Travel Payouts, это просто заявка, то есть это не покупка, это еще не знаешь, что ты купил, он просто ввел там имя, e-mail, телефон и просто оставил заявку, а купил, не купил, это уже следующее действие. Так, давайте обсудим, наверное, самую такую животрепещущую, а нет, не самую, у нас будет еще одна тема для разговоров подальше, по ходу вебинара. Так, давайте обсудим, что сработало, а что не сработало. Я выписала небольшую шпаргалку вам на слайд, чтобы вы, наверное, обсудили направление, каналы для промо, туроператоров, темы для контента, и вот еще есть такая тема, именной промокод. Про направление, что я точно знаю, Турция, скорее всего, наше все, и Египет, мы уже обсуждали, не такое, это не наше все. Поэтому давайте, Саша, начинай. Мы про направление, скажем так, есть топ направлений, которые дают и Travelat, и Level Travel, постоянно в блоге Travelpayouts публикуют. Естественно, то, что больше всего продается, то и рекламируется. Но есть один нюанс, и, наверное, про него расскажет Эльнар, про новые направления. Давай вообще про сезонность сначала скажем, то есть есть сезонность, и нет смысла там летом публиковать какие-то зимние варианты, типа Азии, а летом нет, ну и наоборот, зимой публиковать Турцию, когда там холодно. То есть сейчас лето, и все там 49 или 50 процентов на Travelat, я смотрел статистику, покупают Турцию, и там публикуй, не публикуй другие направления. Да, они могут там штучно выстрелить, но тем не менее будут люди покупать именно Турцию, там Кипр, Грецию, ну все, что вот средиземное. Вот, поэтому тут именно нужно смотреть по направлениям, смотреть статистику, это есть и в Travelpayouts, или запрашивать у партнеров, и вам будут предоставлять, что сейчас продается. Да, но ты не рассказал еще про новые направления. Да, мы с тобой Gambia, Zanzibar, да, обсуждали? Да, то есть можно, когда появляются какие-то новые направления, об этом все пишут, и туроператоры в каких-то новостях, и, конечно же, об этом тоже стоит писать, там, как Gambia, Zanzibar, или еще что-то такое, типа эксклюзив появился, ребята, вот смотрите, покупайте, кому надоело Турция, вот летите туда. Мы вот так вот делаем. Ну, мы, да, много продавали Gambia, там еще Bahrain, по-моему, запускался, и на момент запуска они часто дают хорошие цены, поэтому тоже стоит на это обратить внимание, можно заработать. Так, хорошо, а что про каналы для промо скажете? Я знаю, что у вас есть и Telegram-каналы, и сайты, что там у вас работает, что не работает, ну-ка, расскажите все. Давай, Саша, начинай. Ну, надо использовать максимально, стараться много каналов, потому что я вижу, что некоторые проекты строятся только вокруг чего-то одного, ну, как бы там, либо Telegram-канал, либо какой-нибудь там ВКонтакте, ну, каждый для себя решит, что ему использовать, и насколько у него есть навыки, самое главное, работы с этими каналами, потому что надо же разбираться в том, что ты делаешь, кто-то там силен в SEO-трафике, кто-то силен там в рекламе, кто-то силен там еще в чем-то, поэтому, ну, мы видим, что успех, в принципе, там добиваются разные проекты с разными каналами. Ну, я бы сказал просто, тут, наверное, нужно сказать, что нужно растить аудиторию, и, ну, во всех соцсетях, во всех направлениях, и действительно, например, мы не специалисты по SEO, у нас там блок такой хромает, но зато у нас мы прокачиваем Telegram и ВК, где охваты там до 300 тысяч одного поста доходят. Вот, поэтому просто нужно экспериментировать и всем заниматься. А как нарастить аудиторию в Телеге? Ботов покупать? А, да, кстати, вы, наверное, смотрите, те, кто нам писал, что мы ботов продаем. Мы, ребят, вкладываем деньги и закупаем рекламу в других Telegram-каналах, и тем самым у нас растет количество подписчиков, и у нас никаких ботов нет, потому что боты не летят в Турцию отдыхать, и они нам не нужны. Понятно, понятно. Так, а что про темы для контента про что писать-то? Как обучать аудиторию, чтобы она как-то более активно покупала в интернете туры? Туры, там у них вообще целевая аудитория же сложная, она скорее, правда, другого возраста, нежели чем те, кто покупает? Ну, на самом деле нет, потому что даже опытные самостоятельные путешественники нет-нет, да и могут схватить какой-нибудь тур в Италию, в Испанию, в Европу, если они уж совсем в Турцию не хотят, все включено ехать. Часто берут только ради авиабилетов, кстати, пишут часто вопросы, можно ли не жить, взять самый дешевый тур и не жить в отеле, да, можно, только там предупредите гида, чтобы не ждал вас на трансфер и я сам так делал тоже, иногда, ну, просто нету авиабилетов, да, в тот же там, но это было раньше, там лет 6 назад, когда я летал в Таиланд, трудно было купить авиабилеты дешевые, а туры, пожалуйста, были дешевле даже авиабилетов, покупай, лети, отдыхай, и еще койка у тебя есть в отеле бесплатная, поэтому про темы для контента здесь тоже расширяйте, потому что были вот даже, мы про это говорили на саммите, на первом, посмотрите там записи представителей, рекламодателей, все делают одно и то же, как бы, все публикуют там одно и то же, ну, и какой смысл там в очередном канале, который там то же самое публикует, ищите себе какую-то нишу, ищите себе какую-то тему. Хорошо, слушай, кстати, вопрос, Саша, к тебе, и потом, допустим, пусть Ильнар ответит, нужны ли реальные отзывы пользователей, как-то это меняет конверсию, если вы будете добавлять фоточку, возраст, ссылочку на ВКонтакте? Ну, как я вижу, один достаточно успешный проект, который сильно там вырос тоже за счет ВКонтакта, закупает массово продажные отзывы пользователей, я писал потом этим пользователям под видом заказчика, говорил, вот здесь вы опубликовали отзыв, за сколько мне напишите, они говорят, 50 рублей, но там, смотря, кто-то покупает платные, кто-то собирает реальные, ну, как бы, а я не буду называть имен, зачем, но, типа, отзывы, да, работают, наверное. Не буду называть имен, очень благородно, у нас сегодня очень толерантный вебинар. Так, смотрите, для того, чтобы посмотреть, что срабатывает, что не срабатывает, мне кажется, что будет полезно сейчас ворваться в этот вебинар со статистикой от рекламодателей, вот, я поговорила как раз таки с World Travel и с Travelat, и вот, что они нам прислали, они нам прислали топ популярных отелей по странам, насчет которых чаще всего появляются вопросы в нашем саппорте, это Турция, Таиланд, Вьетнам и Греция, мне кажется, можно писать про эти отели смело делать на них обзоры. Тут где-то затерялся отель Фортуна, это сеть отелей, да, я так понимаю? Это не сеть отелей, вот про Фортуну надо рассказать. Давай я расскажу. У меня был опыт, я летал в Болгарию за 10 тысяч на двоих на неделю, и там была Фортуна, три звезды с завтраками, мы прилетели в отель, все туристы, в общем, уехали, гид там что-то по телефону пытается найти нам, не знаю, отель, трансфер, я не знаю, как это все происходит, мы там полчаса-час прождали, в итоге нас на отдельном, там, на Рено Мегане повезли в отель три звезды, то есть мы изначально по Фортуне не знали, какой отель у нас будет и куда мы прилетим. В этом есть плюс, это потому что самая дешевая цена, там туры вообще копеечные, а в минус, соответственно, ты не знаешь, куда попадешь, например, моя сестренка в прошлом году купила Турцию, я говорю, ну, Мармориси все хорошие отели, бери, не переживай, там, не помню, 4 или 5 звезд, и получилось так, что у них отель был там чуть ли не в 12 километрах от моря, там надо было ехать на автобусе, и они очень расстроились, поэтому имейте в виду, об этом можно рассказывать своей аудитории просто. Есть реальный кейс у нас, когда туристка бронировала Фортуну Абу-Даби, потому что там была Формула-1, по-моему, в расчете на то, что какая разница, я беру отель 5 звезд, ну, какой-нибудь добудет, все отели там более-менее приличные, а мне важно посетить мероприятие. И уехала за 180 километров от самого города, потому что это не только город, а провинция считается, и туроператор может там в любой отель отвезти, и там конкретно было это по провинции. Поэтому Фортуна в себе может таить подвохи, очень внимательно стоит изучить ее правила. И, ну, то же самое там в той же Паттайе. Можно взять Фортуну и уехать куда-нибудь там, там был, забыл, как этот отель называется, который вообще за городом, вокруг которого ничего нет. То есть, если вам принципиально ходить каждый день там на Волкин-стрит, то вы выберете какой-то конкретный отель рядом с тем местом, где вы хотите быть. Если вам просто хочется отдохнуть, и не важно где, то тогда Фортуна хороший вариант. Слушайте, вот еще один слайд, тоже украла его суббинара с Травелатой, который был в прошлом месяце. И Травелата собрала для нас список самых популярных отелей в самых популярных курортах в Турции, потому что, напомню, Турция – наше все. Это Алания, Кимер, Мармарис, Белек и Седе. И тут еще рядом есть картиночки, которые изображают либо семейную... Тут, наверное, по отелям, да, мы не публикуем именно конкретно отели, хотя, бывает, делаем обзор, типа, там, пять популярных отелей в Кимере, в Турции, ну, вообще, что-то такое. Я вот вижу Hedef Resort & Spa, например, или какие-то вот популярные Larissa Hill, они тут попали не потому, что они какие-то хорошие, а потому, что они именно по низкой цене всегда идут, и выдача первой, когда, ну, просто на выдачу посылаешь подписчиков. Да, я думаю, что, ну, ко всем этим вот рейтингам тоже надо относиться, ну, понимать, для чего вы их будете использовать, конечно, ну, если люди его покупают, его есть смысл там, но там может быть ситуация, что если люди его покупают, у него может быть не быть мест свободных, и вы там будете этот отель рекламировать, а в сезон там его нельзя будет никак забронировать, потому что там, допустим, он полный, потому он как бы, ну, там дешевый, его все берут, поэтому, ну, одно дело смотреть рейтинг, другое дело посмотреть, еще глубже копать, проверяйте на практике, что где, куда. Еще немного статистики по Турции, по средним чекам, по турам в Турцию тоже статистика украдена, особенно растравелатой. Так, и дальше я расскажу вам немножечко, покажу вам список городов, самых популярных для покупки горящих туров, но прежде, чем я его назову, я когда разговаривала с Сашей Эльнаром на эту тему, Саша просто сходу назвал, какие городы, ну, слайд подгрузился про города, откуда покупали. Я удивлен, кстати, что здесь Санкт-Петербург на первом месте, но не знаю, кто такой вклад вносит. Может быть, кстати, ну, хотя из Петербурга сейчас много появилось тоже хороших цен, но по нашей статистике Москва, Петербург и единичные какие-то продажи там, ну, может, не единичные, но как бы в очень гораздо меньшую Екатеринбург, как раз Казань, в принципе, ну, потому что, собственно, как раз из, в Москве там 4 аэропорта, да, в Петербурге один, и в Москве огромное количество и рейсов, и население огромное, да, и поэтому сами туристические компании могут создавать за счет объема больше пакетных предложений и более низкие цены, а доход у москвичей самый большой, здесь как бы получается самозатягивающаяся эта штука, что в регионах у людей денег нету, а туры там еще и дороже, и более того, все там, ну, Казань не знаю, Нижний Новгород, они за 4 часа могут, да, доехать до Москвы, и получается там Воронеж, Нижний там и все соседние области, естественно, они все через Москву летают, а некоторые люди садятся в поезд и едут два дня до Москвы, там, откуда-нибудь из Екатеринбурга, я не знаю, откуда там можно доехать, и потом из Москвы тоже летят, потому что все равно разница перекрывает все, ну и плюс из их городов там можно разве что в Турцию слетать, а если вы выходите в Доминикану, Мексику, Кубу, мне кажется, только из Москвы и есть, там, может быть, из Питера, ну, вот, Ильинар, наверное, расскажет про регионы чуть побольше. Ну, ты, в принципе, все и сказал, если смотреть по горящим турам, действительно, там тоже выкладываем Москву, Питер и немножко только городов-миллионников, потому что в Москве там куча рейсов, куча направлений, а там из какого-нибудь Нижнекамска или, ну, вот, набережных Челнов, там, Турция, Тунис и Эмираты, и там больше ничего нет, поэтому человек не может даже выбрать, и цены там, ну, в несколько раз дороже. То есть, если брать какой-нибудь стандартный тур, там, то разница будет в 20-30 тысяч между Казанью и Москвой, и там можно долететь, доехать и улететь из Москвы. Вот, смотрите, я как раз открыла слайд с тем, какие туры покупают летом регионов, по каким направлениям. Вот, тоже может быть полезно вам для будущей работы. Я сначала подумал, что Абхазию берут в Казани вся, окажется, это Турция. Ничего удивительного, собственно. Ну, Турция номер один. Ну, и понятно, что в Новосибирске, там чуть-чуть поближе в Азию, все-таки, подешевле даже, наверное. Поэтому там вот, что там, Таиланд, и странно, что Россия большая, а Вьетнама нету. Хотя вот, Вьетнам там тоже, по-моему, иногда ездят люди. Возможно, вопрос, в Вьетнам там. Да, если бы зимой другая картинка была. Ну, странно, что российские курорты как-то не очень большую долю имеют. Так, давайте продолжим. Вы знаете, я внезапно поняла, что у нас вебинар уже идет почти час, а мы еще не разобрали половину. Давайте обсудим популярные проблемы и проблемные кейсы. Я постараюсь говорить быстро-быстро, чтобы... А потому что много проблем в туризме, поэтому у нас вебинар идет час. Так мы еще не обсуждали проблемы, понимаешь? Мы даже не дошли до них еще. Вот, пора, наверное, обсудить проблемы. Давайте скажет Эльнар, например, про какие-нибудь из проблем, которые перечислены здесь. Ну, давай я скажу про потери заказов и трекинг мобилок, потому что вот это как раз примерно то. Мы, нет-нет, публикуем мобильные приложения, там, Level Travel, Travelat и еще других оферов, да, соответственно, наши подписчики устанавливают приложение, но с трекингом какая-то беда, потому что там даже наша знакомая купила тур по нашей ссылке, и мы его потеряли, так как это знакомая, мы запросили номер бронирования, попросили ребят, они нам нашли, и, соответственно, этот заказ появился. И таких, я думаю, очень много, которые мы просто не видим, теряем из-за каких-то причин именно трекинга. Все, больше не будет дополнений по другим ботам. Ну, давай ты про проверку наличия отеля скажи, ты же говоришь... Смотрите, да, мы говорим, что у нас типа онлайн, а на самом деле у нас онлайн только вот на морде сайта, да, потом, когда турист заполнил заявку, если там конкретно у левел тревела не стоит значок молния, мгновенное подтверждение, этот запрос входит к туроператору, туроператор это все отправляет в отель, некоторые отели в 21 веке там еще не имеют там какой-то онлайн-системы, да, и доходят до того, что чуть ли не факс там отправляют в этот отель, они там через двое суток пишут, да, у нас на такое-то число есть такой-то номер, подтвердаем вам наличие, поэтому некоторые заказы могут висеть до... Ну, обычно за сутки все обрабатывают, могут висеть несколько суток, особенно если это выходные дни, когда туроператор там, ну, типа в сокращенном режиме работает и в отелях тоже там плюс разница в часах, если это там какая-нибудь Куба, там в отеле ночь может быть, поэтому люди вынуждены ожидать, если ему приходит отказ, он меняет отель на другой, должен ждать опять, если это два раза повторяется, человек уже в ярости и, конечно, это все достаточно печально, но здесь делать ничего нельзя, потому что информатизация всей структуры туризма, она пока на очень печальном уровне, и там я читаю ваши комментарии, кто-то меня поправил, что Музейнедис там большой туроператор, я имел в виду в онлайне, потому что я не имел в виду там в продарах еще что-то, я говорю сейчас о присутствии именно в поисковиках, потому что там есть у некоторых туроператоров именно технические проблемы, из-за которых они не представлены в обилии как по направлениям, так и по количеству отелей, для меня они как бы на втором плане, потому что там я вижу, что продается, так что извините, никаких туроператоров обижать не хотел, я имел в виду именно вот по продажам и по проблемам, которые существуют. А еще хотел бы отметить, что там дальше будет слайд про отказы туроператоров, ну именно там отелей нет или билетов, и там написано, что 5% что ли, вот, я хочу сказать, что у нас в прошлом году в отдельные моменты до 50% было отказов туроператоров, а по некоторым странам, таким как, по-моему, Черногория, там практически 90% идет отказов, и, наверное, даже нет смысла туры в эти страны рекламировать, потому что потом все равно получите отказ и получите просто негатив от туристов, которые потратят время. За этим следите, спрашивайте там у рекламодателей или на личном опыте просто делайте для себя выводы, ну как бы, что лучше подтверждают, какие туроператоры, какие страны. с Турцией более-менее там нормально, но и там тоже бывают тоже отказы в сезон, когда большая загрузка. Хочется прямо обратить внимание на тему кэшбэков, но даже боюсь говорить это слово. Саша, нам-то присутствие. Сейчас тебя закидают дурами, Саша. Я сам уже смирился. Ну, кэшбэки мы, по-моему, обсудили уже на саммите, но они очень странно, что там, вот я говорил всегда, что, например, рекламодатели позволяют себе запускать кэшбэки с крупными брендами, при этом для вебмастеров у них в партнерской программе, про правила мы, кстати, сейчас поговорим, да, висит запрещено использование кэшбэков. Конечно, я думаю, что там можно индивидуально обговорить, но просто вот сама политика интересная, в одном месте пропагандировать, что мы как бы против в открытую кэшбэков, а когда приходит там бренд какой-то, который, кстати, не сильно-то дает продаж, вроде как, но им типа можно. Но это как бы понятно, что у всех свои интересы, и у всех как бы своя политика развития, и без этого им не выжить, поэтому, ну, как необходимое зло, можно мириться с кэшбэками, и там тема большая, там можно поднимать еще тему кредиток, всяких там рассрочек и прочего, там, ну, если мы в это углубимся, мы не закончим вебинар за три часа, да. Представляете, я прочитала тут из нашего чата, что у нас нет контакта с чатом, поэтому постараюсь сейчас в оставшиеся, ну, допустим, минут 15 вебинара обращать внимание на чат и зачитывать из него вопросы. А я записал все вопросы, у нас в конце же будет сессия, поэтому... Да, будет, но, видимо, все-таки предполагаемые дела еще отвечали на вопросы из чата. Вот. Ладно, постараемся сейчас оперативно перетроиться. У меня тоже все вопросы записаны. На всякий случай, а как узнать, что не подтвердили тур? У вас будет... Он будет в статистике отображаться. Ну, кстати, я не знаю, если честно, я не могу... Ну, в этом, в Travelpayout все красненьким загорит, да, наверное. Вот. И просто я вижу там расширенную статистику с теми каналами, где я работаю, там видно все процессы, на которых сейчас турист находится, и там отображается отказ туроператора. Но я думаю, что это Travelpayout все красненькие, вот тура, это все отказы. То есть, хотя там отказ, или если турист сделал заказ, но не оплатил, наверное, никак не додифференциируется. Про это, наверное, лучше вот как раз поговорить. Ильнар там говорил, что нету городов вылета, да, в статистике. Мы до сих пор не видим, там, Екатеринбург это или Казань. Да, мы сейчас видим статистику только от онлайн-турс, и где написано город вылета, там, типа, Казань, Турция, два человека и так далее, а вот Travelat и Level Travel не прокидывают город вылета, и это очень плохо. Ребята, давайте это сделаем. Вот. И тут все-таки все спрашивают, как же продавать. Я думаю, мы после, наверное, чуть позже ответим. Саша сейчас скажет про нарушение правил, как он там. Ну, там, по-моему, у нас отдельно даже, это Лиза должна рассказать, там, что они там делают. Да, я тут немножечко выписала с оттуда к фильму «Грязь». Надеюсь, меня не уволят. Ну, в общем, в чем суть? Бренд, бренд-бидинг всегда сопрещен в пакетных турах, поэтому проверяйте правила, проверяйте правила оффера, прежде чем подписываться на оффер, и проверяйте типы трафика. У нас есть таблица, где мы выписали все офферы и все возможные типы трафика, которые там существуют, которые обычно используют наши веб-бастера. Проверяйте, что вы хотите сделать, как вы конкретно хотите гнать трафик на офферы, как вы хотите получать продажи, и разрешено это или запрещено, потому что рекламодатель, как правило, может злиться, если вы вдруг делаете платную рекламу с использованием его бренда. Вот. И если у вас есть какие-то сомнения по поводу того, ваше объявление хорошее или плохое, пройдет оно или не пройдет, забанят вас или нет, вы можете присылать нам в саппорт пример объявления, пример, где вы будете размещать это объявление, и гео, и куда будет идти трафик. Вот. И мне, да, вот у Саши была история про то, как он... Да, не нарушайте правила, потому что я один раз неосознанно там в контекстной рекламе нарушил правила, поймали очень быстро, сразу же. Ну, там было единичное буквально объявление и небольшие показы, поэтому я быстро, конечно, все удалил, не обратил на это внимание. Все отслеживается, ну, просто заблокируют вам ваш аккаунт и все денежки заберут себе. Поэтому, конечно, не надо нарушать правила. Вообще, да, и тут еще такой момент, что когда вы работаете с travel payouts, travel payouts выступает вашим арбитром перед лицом рекламодателя, поэтому в случае чего вы случайно нарушили правила, мы встанем на вашей защите. Тут немножко другая ситуация, но нарушать правила не стоит, просто есть иногда очень... ну, возникают в работе с рекламодателями двояк это толкование, когда рекламодатель считает по одному, а веб-мастер считает по другому. И для этого есть как раз правила партнерской программы, в которых четко написано, можно это или нельзя. И если это разрешено, то как раз в порных ситуациях есть смысл перекинуть трафик через travel payouts, потому что рекламодатель будет сложнее вас оставить без денег, заблокировать вас или там еще что-то, где travel payouts выступит арбитром и как бы разрешит все споры. Ну, как бы поэтому здесь да. Вообще, у меня под рукой сейчас еще нет этой таблички с типами трафика, но вопросы есть, потому что запрещено, что разрешено. У нас в этой таблице наверху, где есть выписаны все эти типы трафика, есть пояснение, в котором можно понять, собственно, что конкретно значит это слово. там есть термины, которые могут быть не знакомы новичкам, всякие кликандеры, попандеры и так далее. Вот. У нас есть какой-то дополнительный вопрос. Мы всегда счастливы отвечать на это с помощью сил нашего мощного саппорта. Так. Ой, кажется, мы подобрались к финалу. Кого же в итоге выбрать-то, ребята? Саша, говори, кого выбрать? На самом деле выбирать надо с умом, изучать продукт, как сам туристический продукт, так и тот продукт, который предоставляет рекламодатель. Мне тоже очень интересные истории были, когда люди, хлопнув дверь, кричали, что вот этот рекламодатель не конвертит и уходили к другому, а потом со временем мы видим, что они нет-нет, да и льют трафик на всех или подливают там на того, от кого уходили. Ну, здесь самое главное не вестись на проценты, потому что когда все начиналось, мы видели гонку процентов и там все предлагали повышенный процент и все там потом наступило снижение, да, вот как бы комиссии порезали, все равно ну там мы даже сравнение видим, что у кого-то процент больше, у кого-то меньше. Надо считать, во-первых, сами технические инструменты, которые есть, во-вторых, в общем всю конверсию, потому что если процент больше, не значит, там может быть конверсия быть меньше, а может быть и конверсия больше, и процент больше, тогда как бы ну надо выбирать там, где вы больше денег зарабатываете, просто у всех опять же разные интересы, если кто-то из рекламодателей хочет проспонсировать веб-мастеров, почему бы не забрать у него все деньги, а потом можно вообще поменять его на другого рекламодателя. Рекламодатели я тоже призываю не раскидываться, как они это делают сейчас и процентами, промо-кодами там и всем фактически работая в ноль или в убыток себе, ну как бы тоже во всем надо соблюдать баланс. Ильнар, что ты скажешь? Ну я хотел бы вообще поблагодарить еще Сергея Головка, от него у нас начались продажи туров, спасибо, Сергей, и тут можно сказать не то, что кого выбрать, мы, например, примерно в равных долях публикуем всех рекламодателей и просто само по себе у нас травла-то больше всего денег приносит и по моим ощущениям он какой-то более удобный, красивый и как-то так сделано, вот, а что-то может не конверсить, просто экспериментировать нужно и разноценно все пробовать. Так, я вернулась. Хорошо, спасибо. Я тут, кстати, еще выписала несколько фактов от Travelize и о Level Travel на основе той статистики, которую они нам предоставили. Вот мы обсуждали с представителями рекламодателей вопросы про средний чек, про процент отказов. Например, Travelize сказала, что это 5-10%, а Level Travel настаивает на том, что процент отказов это не лучший показатель, не самый показательный показатель. Ну, давай я тоже отвечу вот про средний чек и люди спрашивают, типа, сколько зарабатываете. Ну, вот, ребята, смотрите, если 76 595 умножить на 3,8%, то получится, что средний чек 2900 рублей. Он примерно, ну, такой есть, может, чуть меньше, а процент отказа тут, конечно, наверное, слукавили, потому что он может там 50-60% быть, если смотреть заявку и именно оплату. Ну, мы про процент отказа о чем говорим? Заявка оплаты или отказ тороператора? Это тоже разные вещи, надо все как бы понимать. Про заявку, заполненную оплату, я примерно представляю, какой есть процент, я, естественно, не могу его озвучивать, я его все время сравниваю там с нашей статистикой и, например, понимаю, как работают там менеджеры, которые ведут еще клиента, да, как работает там эквайринг, там, да, что он там не отвалился и работает, потому что тоже были там единичные проблемы, когда оплаты не проходили. Но за этим тоже надо следить, если процент какой-то подозрительной стал, то, ну, надо разбираться, почему так происходит. А процент отказа по туроператору вот вопрос от Татьяны пришел. Ну, они плавают от туроператора к туроператору, вы, во-первых, статистику по туроператорам не можете никак через, даже мы не можем, только вручную посмотреть, это надо запрашивать, мы не знаем, что за туроператор продался, ну, зависит от страны, зависит от всего, то есть, ну, как бы, пока так глубоко, типа, чтобы не работать с каким-то туроператором, потому что он дает отказов много, но нет, такого нет. Смотрите, я думаю, что пришло время пообсуждать вопросы из зала. Да, я вот, миллион накопилось. Да, пока не забыли, в чате как раз сделали важное замечание, что у Травелат и Кука 180 дней, а у Левел Травела 30, и вот насколько это важно, может быть, Эльнар расскажет у него, как там есть какой-то, он замечает преференции от такой куки? Ну, смотри, я, наверное, немножко сначала расскажу, как вообще, что мы публикуем, и как раз ответим на пару вопросов, кто писал. То есть, мы берем, находим горящий тур, потом эту ссылку генерируем там в Травел Пайоут, но это мы делали так раньше, сейчас мы это делаем через генератор ссылок, где уже проставляются метки редактора, даты и так далее, и по некоторым турам мы видим дата, что действительно она там, ну, достаточно большая, а есть те, которые горящие предложения, они покупаются именно сегодняшней датой, и, возможно, кому-то будет даже интересно, тоже так же удобно через генератор делать, публиковать. еще как раз, ну, мы про это в самом начале вроде обсуждали, что в Травел Латике топливный сбор выводится, вот, Эльнар, может, ты расскажешь, как он там выводится, потому что про левел могу сказать, что на поиске топливного сбора нету, он только на момент актуализации тура, на карточке тура выводится. Ну да, действительно, Травел Лат старается вроде бы по всем операторам показывать туры уже с топливным сбором, и это достаточно удобно, а то иногда смотришь на левеле, есть какой-то тур, там он стоит там типа 6, 7, 10 тысяч рублей, а переходишь на страницу отеля, тебе там добавляется еще десятка, например, и уже так как-то неприятно, и люди пишут в комментариях, что ребятам такой цены нет, на самом деле она вот такая. Пишут все просто, нужно постоянно наливать аудиторию, вся история живет только на новых пользователях, повторных продаж единицы. Ну, у нас очень много повторных продаж, почему у вас их нету? Наверное, потому что, как там выше написали, что а если какая-то фишка, типа я предлагаю туристам тура за какую-то ковришку, типа код скидку, скидку, там они бронируют, потому что им интересно у меня, и соответственно получаю комиссию. Если вы умеете давать только промокодики или скидки, у вас и нет повторных продаж. Более того, в какой-то момент их могут убрать, может быть даже, или снизить там комиссию по промокодам. Кто-то пишет, покупает не то, что публикуется, действительно, получается, мы же просто метим подписчика своим маркером, и человек не обязательно может купить то, что опубликовали, но если это горящий тур, и он подходит именно ему, то почему бы именно его не купить? Но рекламодатели активно сейчас призывают заниматься легальным кукле-стафингом. Как я вижу, сейчас все вообще плюнули на ведение каких-то ресурсов, просто делают шифрованную ссылку, кидают на страницу на поиск рекламодателей, и пофигу даже там, что есть. В принципе, я слышу, что вы там даже сайт сейчас не ведете, да? Ну да, мы публикуем с Телеграма, с ВК, как правило, напрямую на поиск, и оттуда уже человек сам ищет. Так, а еще очень много спрашивают про клики к продажам. Раньше считалось, что на тысяча одна продажа хорошо, сейчас пишут, что вот 500 кликов одна бронь хорошо, и этот 0,2% конверсии. Вот, какое у вас соотношение вы замеряли? Я замеряю обычно немножко другую цифру показания кликов к деньгам, то есть у нас получается по Travelite самый высокий ECPC, и он там больше рубля. Я думаю, тут немножко трафик из сайта с блога от трафика с Телеграм-канала он будет отличаться, и поэтому совсем корректно будет это считать, как ты говоришь. Я считаю в целом, что для новичков и такого общего трафика 1 на 1000 это нормальный показатель. У нас есть, где там чуть ли не 1 на 70, но это как бы отдельные такие истории, которые у всех не будут. очень интересный вопрос, почему все туры рассчитываются на двоих, на вебинаре с Тревелатой например говорили, что Турцию чаще покупают туры двое взрослых и ребенок. Насколько я помню, на саммите как раз была статистика, что чуть ли не 65 на двоих, 15 на одного, и с детьми поменьше было. Вы или как-то на двоих выдаете, на одного, как с детьми? Да, давай я скажу, потому что отель, как правило, там комната как раз-таки рассчитана на двоих, и поэтому самые-самые дешевые туры, они на двоих, и мы как раз-таки выдаем, ну, выдачу делаем на двоих, а человек уже сам может добавить. Саш, я у тебя видел, кнопки есть на одного, на двоих, там с детьми. Я расскажу, потому что по моему мнению левел тревела абсолютно, ну, по крайней мере, на дестепе уродская поисковая форма, которая уменьшается до размера и становится серой, в уголок забивается, и нормальные люди, ну, не нормальные люди, люди, которые первый раз ее не могут найти в принципе. Хотя Эллен утверждает, что у них там супер метрики и отдельный специалист, который все это ведет, и они видят, что это все хорошо у них работает. Тем не менее, ни у одного больше из представителей из тревела, включая там любых букингов и там авиасейлс и кого угодно, нету такого же поведения поисковой формы. То есть у всех она остается в таком же размере, как на главной странице и перемещается либо наверх экрана, либо там в какие-то другие места. Поэтому я вижу проблему о том, что люди не могут найти, как изменить состав туристов, и мы получаем огромное количество вопросов каждый день в ВКонтакте, везде, как состав туристов поменять. Поэтому с этим всеми доступными способами пытаемся бороться, а дальше соответственно приходится вот с этим жить. Как обстоят дела в этом году по сравнению с прошлым Мальнар у тебя? Покупают боты-туры? Да-да, боты-туры покупают и отдыхают там, греются под солнышком на песочке постоянно. У нас просто выросла аудитория за год достаточно сильная. Сейчас ВКонтакте там больше 110 тысяч подписчиков, в Телеграме там 56 или 58 тысяч. И ну Броне конечно гораздо больше и чек тоже становится выше. В прошлом году не стоит забывать, что в июне был футбол и мы видели прям ну прям спад продаж, а в июле все выстрелило очень хорошо. В этом году июль пока не закончен, да, пока у нас примерно вровень июнь с июлем июль чуть-чуть побольше может быть будет. Поэтому разница с прошлым годом, что как бы нету вот этого провала за счет футбола, я считаю. Саша, ну в гонку ты попал в топ? А, еще смешно, что да, я не знаю, зачем меня позвали, потому что, ну сказать по правде, там в травоприятности там спрашивают, сколько вы зарабатываете и приводят, что там статистика публикуется. там не вся статистика, вернее, скажем так, там моя статистика не попадает, но тем не менее я удивился, что я там на пятом месте сейчас вешу в гонки и смешно. Это говорит о том, что конкуренция на самом деле в турах пока еще небольшая. Если вы спрашивали вопрос, стоит ли вам этим заниматься, сейчас попробуйте, потому что, ну, пока еще все достаточно свободно и вы можете войти даже вот в топы получать там выплаты. Естественно, там какую-то статистику там Travelpayout публиковал, ее можно там увидеть, посмотреть, но также рекламодатели делали замечание, что еще есть неучтенная как бы там статистика, поэтому в принципе даже все свои прогнозы еще закладывайте выше, еще лучше дела там обстоят. Я читаю вопросы, тут их достаточно много, но мы частично их уже затрагивали, отвечали на какие-то, просто можно написать в личку, я открыт на разговор там. Вот, смотри, да, хороший вопрос, Travelat всегда показывает цену минус 0,5 от оператора, это так? Да, действительно, например, у туроператора цена будет выше, чем на Travelat, и Travelat даже дешевле там Level, например, где-то на полпроцента, и поэтому... Но сейчас пишут, что что-то непонятное выходит. Вообще, как ты относишься вот к демпингу, потому что там, ну вот Level, насколько я помню, всегда ровно цену рубль в рубль выдает, копейка в копейку. Вот как вебмастера, кого выбирают? Тех, кто демпингует, потому что проще продавать? Ну, слушай, пусть сами, наверное, ответят, кого выбирать. Тут что лучше конвертят, что больше денег приносит, того и выбираем. Хорошо. Спрашивают, растет ли аудитория, готовая покупать туры онлайн? Пару лет назад было про 2%, сейчас вроде 10% там. Но это, наверное, рекламодатели надо спросить, они же докладывают периодически. Ну да, в прошлом году же они говорили, что онлайн покупает 5-6% и... Ну, значит, растет. Растет, скорее всего. Давай я немножко скажу еще разницу. Тут многие же в самом начале спрашивали, что неужели туры покупают вообще, кто вообще, кто туда ездит? И тут хочу сказать, что туры, ну, не надо рассматривать только туры, например, есть, когда классные горящие какие-нибудь перелеты или лоукостеры, летит за 500 рублей, конечно же, лучше купить его. Но суть такая, что, например, в популярные страны, как вот и Саша тоже ты говорил, например, в Таиланде, бывает дешевле долететь туром, чем, например, покупать отдельно там и комплектовать. Мы в прошлом году писали статью там, когда друзья наши улетели на Родос за 11 тысяч рублей на 11 дней, и я посчитал отдельно перелет, проживание в этом же отеле, страховку, трансфер, и получилось гораздо дороже. И именно туры хорошо подходят в те страны, популярные, куда дешевле туром, типа той же Турции и так далее, чем отдельно покупать. Давай провокационный вопрос. Я тебе, ты мне. Я просто не могу тебя не спросить, потому что три раза написали, почему у тебя в ВКонтакте на одних постах 4 тысячи просмотров, а на других 70 тысяч. Да, я тоже видел, думал отвечать, не отвечать. Мы просто продвигаем ВКонтакте и какие-то посты, экспериментируем с постами, что-то заходит, и у нас посты набирают виральный охват большой, там было даже до 300-400 тысяч за один пост, а что-то нет. И, ну, тут какой-то магии нет, мы не накручиваем, ребята, это просто контакт нас продвигает. Скажи просто, что Прометей получил, да, или алгоритм Ну да, 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 мы просто там получили. Хорошо, давай ко мне провокационный вопрос. Какие рядуть? Пум-пум-пум, провокационный вопрос. Всех волнует один вопрос только. Сколько зарабатываешь? Да, но мы договорились не отвечать на этот вопрос. Вот это да. Давай я тебе спрошу, какой из каналов у тебя больше продает? Под каналами что ты имеешь в виду? то есть, там, какая из соцсетей или откуда у тебя больше? Я до сих пор убежден, что Facebook номер один в деньгах. Ну, я тоже отвечу на Telegram. но там же можно считать, что там аудитория все равно перетекает, да, то есть, если ты там развиваешь Telegram. Ну, то есть, нельзя сказать однозначно, да, там, то есть, контекстная реклама может продавать очень хорошо, но она в лоб не продает. там, SEO-трафик считается, что не продает совсем, но и он может продавать. вопрос просто канал напрямую не работает, работает то, как ты умеешь готовить дальше. И про отзывы, опять же, там, ну, если у кого-то покупные отзывы работают, то я рад за это. Я скажу про то, что настоящий отзыв это отзыв, когда человек другому человеку передает это в личной беседе. Не где-то там пишет на каком-то сайте, а он говорит, вот я купил здесь тур, вот сюда приходи, покупай. Вот это работает. А то, что там что-то накрутить, где-то что-то сделать, ну, это тоже работает, но не так хорошо. Ну, тут все спрашивают, все-таки рецепт, от какой канал и так далее. У нас, так как мы начинали с телеграм-канал, у нас телеграм-канал и работает, и основные продажи оттуда, и вы можете почитать в кейсе как раз на блоге Travelpayouts об этом. Какое соотношение дохода зимой и летом? Есть падение зимой? Есть сезонность, мы ее видели в сентябре, когда после лета сентябрь такой был прям провальный, там что-то ничего не бронировалось, мы такие думаем, как так, где же все люди, где деньги? И май, например, тоже был гораздо меньше апреля, то есть тут именно сезонность, наверное, есть, что в декабре все покупают на Новый год. Я думаю, что есть сезон, падение не в разах вообще, но оно заметное, там есть некоторые месяцы, там типа февраль в некоторые года там проваливается, апрель почти всегда выстреливает, потому что там перед майскими праздниками все покупают. Но смысл в том, что обычно зимой как бы, как в авиабилетах авиасейлстор рассказывал, меньше путешественников, потому что летом там все летят в отпуск и просто активно передвигаются, потому что тепло. Зимой меньше путешественников, но направление дальше становится. То есть это Таиланд, Вьетнам, Куба, Мексика и прочее. И там за счет того меньше людей, но больше средний чек и больше доход. И за счет этого чуть-чуть это все выравнивается. То есть в принципе прям совсем такого, что ты сидишь и ничего не продается. Только вот на майских праздниках, может быть, там в отдельные дни, если хорошая погода и все едут шашлык жарить, тогда можно закрываться и не работать. А даже на новогодних праздниках все отлично продается и прям вот черных дней практически не бывает. Саш, для тебя провокационный вопрос приготовили. Сколько редакторов в белке и как распределяется доход между ними? Много и будет еще больше. К сожалению, нету толковых людей на рынке на самом деле и сложно вообще представить. Но надо, наверное, построить как редакцию какую-то. поэтому мы готовы больше людей брать, просто их нету. Не очень как бы я удовлетворен. Ну, сложно найти, вот что я скажу. А доход там как у Артемия Лебедева уже. Никому не надо рассказывать, сколько кто зарабатывает, иначе это будут конфликты внутренние, внешние и прочие. Короче, опять ты ничего не рассказал и не ответил на вопрос. Слава, мой президент умеет ответить. Да, можно в президенты баллотироваться. Здорово. Какой самый частый негатив в вашу сторону был от подписчиков? Приходилось ли сталкиваться с негативом? Да, конечно. Вот, отель-помойку вы предлагаете мне. Как вы разруливаете это? Не, а в смысле, вы сами выбираете отель? Ну, типа, ты читал отзывы там, сейчас у рекламодателей вполне годное наполнение контентом, там фотографии какие-то есть, отзывы они с Trust там U подтягивают и уже свои собственные отзывы некоторые рекламодатели накопили. Поэтому в чем проблема-то ты читай и выбирай сам. В этом как раз фишка, что никто тебе ничего не навязывает. Это менеджер тебе в турагентстве навязывает, а тут ты зашел, посмотрел, выбрал. Если ты берешь тур за 3 копейки, ты понимаешь, что ты едешь там, место под палатку у тебя будет. Ну, ты, типа, отдавай себе отчет. Мне нравятся вопросы, которые связаны с организацией ваших рабочих процессов. Вот увидел еще один вопрос. Пользуетесь ли вы чем-нибудь нестандартным для менеджмента своей команды и для коммуникации в команде? Что вы используете? Trello, чатик, Selegi, Paper, Dropbox, или, не знаю, может быть, что-то еще, какой-нибудь Project Management Tool? У нас чат в Телеграме. Это все зависит от, ну, у нас много всяких чатов, это все зависит от склада людей. Какие-то люди хотят все, там, ну, не знаю, забюрократизировать или там, ну, им надо ввести там кучу отчетности, кучу всего, а какие-то люди вообще все на самотек пускают. У нас что-то более-менее там задокументировано, что-то на самотеке. И, опять же, нету ни одного менеджера нормального, кто мог бы это все, вот, прийти человек, как, если вы смотрели вот Силиконовую долину, да, там вот был этот, который менеджером у них был, чтобы все вопросы разруливать. Таких людей нету, в принципе, хотелось бы, на самом деле, может быть. По цифрам, давай, Ильнар, сколько ты зарабатываешь? Да я тоже не буду говорить, как бы это же будет. Ты попадал в топ travel payouts? Мы на блоге у тебя, на блоге travel payouts читали статью. выросли с тех пор. Ну да, да, выросли. Молодцы. Поздравляю. И в гонке, в гонке по турам мы в топе, поэтому можно оттуда посмотреть. Молодцы. Я, как бы, никогда не скрывал, я ни разу не попадал в travel payouts в топ 10, наверное. Вот так. Но, как бы, с другой стороны, там и нету ничего. Поэтому, вот, собственно, и все, что я хочу сказать. Но, в travel payouts мне тоже нравится, очень они сильно выросли. Если вы посмотрите топ там по месяцам, там уже очень много достойных, как бы, цифр, очень хороших. И видно уже, что люди, как бы, ну, если мы посмотрим там три года назад, и что сейчас творится, уже очень много проектов, которые из, как бы, такого самопального выросли, ну, проектов, веб-мастеров, в принципе, там, каких-то блогов, еще что-то, которые вышли на хорошие заработки. Более того, там спрашивали, на что обратить внимание. Мы сегодня, как бы, про туры говорим, да, но меня порадовала статистика, что, на самом деле, экскурсии очень хорошо продаются, да, и очень много денег приносят, и, наверное, там, про это расскажут на других вебинарах. То, что в целом сейчас уже порядка, там, 30-40 офферов, может быть, больше уже в сети Travel Payouts, и каждый день, там, ну, каждый месяц добавляют новые, и на всех этих офферах можно зарабатывать, и можно зарабатывать хорошие деньги, прям ощутимые, и этим всем тоже надо заниматься. Я прям очень рад позитивной динамике, как развивается, в целом, партнерская сеть, как сообщество веб-мастеров развивается, как развиваются проекты, мы сами тоже очень хорошо развиваемся, у нас все хорошо, не надо за нас беспокоиться, беспокойтесь только за туристов, чтобы у них все было хорошо, чтобы они не испытывали проблем, потому что, ну, к сожалению, на нашем рынке много проблем у туристов, возникают все время какие-то накладки, и вот надо как-то вместе с этим бороться, чтобы туристы себя комфортно чувствовали, и все больше бронировали в онлайне. Чтобы закончить на приятной ноте, давайте задам мой любимый вопрос из чата, оказавшись перед Байденом, что вы его скажете? А я снимал с ним интервью, уже все как бы, допрос произведен, что мне ему говорить, все уже знаем про Байдена. Не надо. Ты не знаешь? Просто пообщаемся. Попроси повышенную комиссию. Да, мы после кейса же получили повышенную комиссию, и у нас билеты тоже покупали достаточно в большом количестве. Вот молодцы. Посоветуй тогда людям писать кейсы на блог. Да, вообще мне, ну, я хочу просто от себя сказать тоже всем ребятам, будьте открыты, находите, ну, общайтесь с рекламодателями, с другими, и не нужно какие-то вещи скрывать, я просто со многими тоже общаюсь, с админами, и все такие скрытные, ничего не рассказывают, хотя в этом нет ничего такого, какие-то фишки или же советы друг другу всегда можно дать, и мы открыты, пишите. Ладно, хорошо, всем спасибо, спасибо, что пришли на вебинар. Саша и Эльнар, я очень благодарна, что вы поддержали эту инициативу. Не бойтесь задавать вопросы, мы поддерживаем еще чат открытый пять минут, но вслух отвечать на них не будем. А после вебинара я соберу все вопросы и на что-то ответим мы, что-то наверху спросим у Саши и Эльнара, если были какие-то именные. Вот, круто, что все пришли. Спасибо. Успехов в продажах, осталось еще полтора месяца лета. Взмите. Всем спасибо, пока.